Центр поиска информации о репрессированных открылся в Москве. Его электронный каталог открыт для всех посетителей. Кроме того, он будет постоянно пополняться новыми данными, сведениями по истории репрессий в Советском Союзе в 30-40-х годах. Центр планирует наладить и тесное сотрудничество с другими фондами и архивами, добавлять информацию из них в свою базу документов. У нас в студии директор Музея ГУЛАГа, руководитель фонда памяти Роман Романов. Роман, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сперва, я так понимаю, что сегодня была презентация, и наши зрители смогут подробно, подробный сюжет об этом Гарри Книгницкого сегодня увидите в нашем вечернем выпуске новостей, но тем не менее. Центр поиска информации о репрессированных. Что это, как появилась эта идея, и что из себя это представляет? Надо сказать, что наш музей существует уже с 2004 года, и вот все это время к нам обращались люди с вопросами, где найти информацию о репрессионном дедушке, отце, бабушке. И этих запросов стало настолько много, что мы поняли, что нужно открывать центр. И вот сегодня как раз это самое открытие, это помимо отдельного пространства, это еще и человек, который помогает в этих поисках. И уже у нас есть положительный опыт. Мы до открытия официального у нас несколько было таких обращений, которые мы обрабатывали, и вот, например, сегодня Андрей Макаревич получил от нас в результате поиска дела своего дедушки. То есть это электронная база данных? Не совсем. Это на самом деле помощь людям в том, как себя вести, куда отправлять запрос, в какой архив, если получил отрицательный ответ, что делать дальше. На самом деле это каждая судьба и каждая история – это отдельное расследование, в котором мы помогаем сориентироваться. Есть какие-то подсказки, можно найти в интернете, как искать информацию о репрессионных родственниках, но есть, с одной стороны, люди, которые боятся сделать первый шаг, или кто сделал первый шаг, получают отрицательный ответ из архива и не знают, что делать дальше. Вы смотрите, здесь ведь вы уже все последние несколько десятков лет не нужно даже идти в интернет, чтобы понять, как сделать первый шаг, а можно пойти в организацию «Мемориал», где расскажут, как сделать первый шаг. Не получается ли, что вы дублируете то, чем «Мемориал» занимается последние 30 лет? Вы знаете, абсолютно это никакое не дублирование, и «Мемориалы» – это наши коллеги, партнеры и соседи, они находятся совсем недалеко от нашего музея. И создание этого центра мы обсуждали и с Арсением Борисовичем Рогинским, и с Еленой Борисовной Жемковой, исполнительным директором «Мемориала». И то, что будет обнаружено нами, оно будет пополнять общую базу данных, которую формировал «Мемориал». То есть это в каком-то смысле, не то чтобы совместный проект, но сотрудничество? Мы занимаемся одной темой, и я понимаю, что таких партнеров, друзей, соратников их должно быть гораздо больше. То есть «Мемориал» и наш музей, этого недостаточно для того, чтобы произошло вот это осознание 20 века. Вам кажется, что это осознание есть на него, запрос сегодня? Ну, поэтому наш центр и открылся, потому что этот запрос возникает день ото дня, и люди не могут найти как раз информацию по своим родственникам. А как вам кажется, политически, что ли, идеологически, нет ли здесь противоречия с тем, что мы слышим все время об данных соцопросах, о том, как люди относятся к Сталину, о том, как люди считают его эффективным менеджером? С одной стороны. С другой стороны, вы говорите, столь велик запрос на информацию о репрессированных родственниках. И если вы открываете сейчас центр поиска информации, то, судя по всему, запрос растет. Как сосуществуют друг с другом вот эти два разных представления? Ну, вы знаете, на самом деле, очень органично, и для меня абсолютно понятно, как это существует. Ну, я просто сравниваю с психологией человека, одного конкретно взятого, что у него происходит что-то в детстве или в юности, какая-то травма, трагедия, и существуют механизмы психологической защиты, вытеснение, там, желание забыть и так далее. И у многих людей, которые прошли через лагеря, собственно, тот же самый механизм и работал. И вот это вытеснение, оно, собственно, присуще и обществу в целом. И есть действительно люди, которые прям категорически против того, чтобы об этом говорили, вспоминали и так далее. Но здоровая часть психики, и в том числе национальной психики, она требует разбирательства, и чтобы это было выведено на свет Божий, чтобы это было очевидно, что это произошло. Как обстоят ваши отношения, или это не отношения, а постоянная какая-то война, борьба с архивами? Мы видели буквально на прошлой неделе, как родственница Рауля Валенберга пыталась в очередной раз через суд добиться от ФСБ доступа к архивам. Тщетно. Доступа она не получила. Мы одновременно с этим... Есть общее представление, что в 90-е архивы открылись, и было несколько лет, был, значит, некий доступ и свобода в этом плане, а потом все постепенно, все больше и больше начали закрываться. В вашей ежедневной работе вы сталкиваетесь с чем? С тем, что получить информацию о своем родственнике, расстрелянном 70-80 лет назад, скорее невозможно, или после определенных усилий, после определенных стараний, все-таки это удается? Это второй сценарий. Это как раз... Ну, просто нужно понимать, если тебе здесь дали отрицательный ответ, как выстраивать стратегию дальше, куда обращаться. И, ну, просто положительного опыта у нас гораздо больше. И, ну, то есть у нас есть взаимодействие и с ведомственными архивами, и с неведомственными, просто государственными архивами. И здесь просто хочется вот эту методологию или наш опыт распространять. И уже следующий шаг развития этого центра документации – это открытие подобных центров в других музеях в нашей стране. У нас есть ассоциация российских музеев памяти. Это, собственно, музеи, которые и в разных регионах, и там на Колыме, и в республике Коми есть, которым, собственно, эта методология нужна. И мне кажется, вот этот положительный опыт, чем больше его будет накапливаться, тем быстрее мы сдвинемся вообще в этом осмыслении. Что ж, спасибо вам. Благодарю моего гостя. В студии Артевия был директор музея ГУЛАГа, и руководитель фонда памяти Роман Роман. Роман.